Гольф. Одно упоминание этой спортивной игры вызывает вполне конкретные ассоциации. Огромное поле в непременно солнечную погоду, по которому обязательно едет гольф-кар. А мужчина в кепке с аристократическим видом замахивается клюшкой и загоняет маленький мячик в лунку, которая чуть ли не в километре от игрока. В реальном мире не везде есть вечное лето и зеленые лужайки. Впрочем, Владивостокский гольф-клуб уже через три года даст приморцам возможность прикоснуться к этому элитарному спорту. Объект площадью 310 гектаров с 18 лунками планируется построить в Надеждинском районе. До этого времени все желающие могут посетить Академию гольфа и сыграть по настоящим правилам на виртуальном симуляторе. Чем решил заняться корреспондент Ревладнюс Алексей Дорохов в рамках проекта «Попробуй на себе». Но сначала на путстве от тренера. Сегодня мы с Алексеем попробуем немного изучить гольф, попробуем несколько различных ударов и в итоге пройдем лунку. Узнаем много новых правил о гольфе, что это за игра, почему она так популярна. Первонаперво разминка. Все же гольф хоть и игра, но игра спортивная и связана со скручиваниями корпуса и осевой нагрузкой на позвоночник. Разогреваться следует не меньше 10 минут, чтобы привести тело в тонус. Переходим к непосредственно тому, чтобы пробовать удары. Сейчас я покажу вам несколько ударов, вы увидите как они выполняются, а затем попробуйте сами. Замечательно. В гольфе правильное положение тела игрока – это уже половина успеха. Тренер Академии Гольфа провел параллель с пружиной. Зарядили пружину и выстрелили. Существует множество вариаций ударов по мячу, для каждого свое уникальное название. Пат, чип, драйв, хук, пич, дро. Этот список можно продолжать и продолжать. Тренер показал корреспонденту лишь самые базовые приемы. Сейчас я буду отрабатывать свой первый в жизни удар клюшкой для гольфа. Клюшка номер 8. Посмотрим, что из этого получится. За время занятия с тренером Академии Гольфа Алексей успел неплохо совладать с клюшкой номер 8. Буквально через 15-20 минут у него начало получаться отсылать мяч на десятки метров. Конечно, в виртуальной реальности. Ведь тренировка происходит в компьютерном симуляторе, где специальный датчик определяет скорость и траекторию мяча, чтобы вывести на экран симуляцию последствий удара гольфиста. Корреспондент даже попробовал еще один вид удара под названием чип. При его исполнении нужно быть аккуратным, чтобы отправить мячик в лунку с небольшого расстояния, но с большой точностью. Однако, чтобы полностью погрузиться в мир гольфа, конечно, нужно больше, чем одно занятие. Но даже этого может быть достаточно, чтобы обрести новое хобби и, быть может, приобщиться к этому элитному виду спортивных игр. Евгений Черемухин, Алексей Дорохов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.